Так, ребят, прежде чем я покажу вам, как прошли мои где-то 3 или 4 дня до того, как мы улетели, у меня к вам вопрос. Вы же знаете, где можно найти миллион различных товаров по выгодной цене? В Алиэкспресс. И сейчас очень хороший момент для таких покупок, потому что можно дополнительно сэкономить с кэшбэк-сервисом Letyshops. Расскажу детальнее. С 1 по 3 сентября в Letyshops действует повышенный кэшбэк на Алиэкспресс в 3 раза. Обычно кэшбэк до 5%, а сейчас до 15%. Если с обычным кэшбэком вы вернули бы до 150 рублей с покупки, теперь получите 450. Однако это предложение ограниченное, на всех не хватит. Всего лишь несколько кликов и повышение ваше. Регистрируйтесь по ссылке в описании, переходите в Алиэкспресс и совершайте покупку. Деньги, которые вернутся на баланс, можно вывести на карту или на телефон. Не упусти возможность заработать свой повышенный кэшбэк. Регистрируйтесь или скачивайте приложение Letyshops по ссылке в описании и экономьте ваши же деньги. А теперь давайте посмотрим, как прошли мои 3 или 4 дня до того, как мы улетели. Привет, ребят! Сегодня 26 августа. Последние дней 10, мне уже кажется. Больше недели точно. Я болею. Скажу честно, даже не знаю, что рассказать. В принципе, я уже выздоровела. Единственное, что у меня осталось, кашель. Но он уже не такой сильный. И, типа, временами, скажем так. Могу весь день не кашлять, потом в один момент прокашляться и всё норм. Ну, насморк немного. Вчера я решила, что всё, сегодня я уже выйду на улицу, начну жить как раньше, вставать раньше. И всё бы ничего, если бы в 11 утра я не проснулась от боли. Не знаю, в курсе вы или нет, я подсеяла на сериалы. Последнее время, что я болею, я посмотрела полностью сериал Древний. Офигенный, мне очень понравился. Кто-то напишет, типа, надо было сначала посмотреть дневники вампира. Я посмотрела их ещё, не знаю, сколько лет назад. Это мой любимый сериал, поэтому, конечно, я его смотрела. Вот, и, наконец-то, дошла до Древних. Посмотрела их, очень понравилось. Сейчас я смотрю сериал Наследие. И вчера я легла очень поздно, наверное, в 8 с чем-то утра. Это, конечно, плохо, но я как бы планировала встать где-то в час. Я знаю, что звучит жутко, но, учитывая, что я болею, в последнее время, конечно, я поздно ложусь, поздно встаю. Режим сбился максимально. И, получается, легла я почти в 9 утра, и в 11 я сама просыпаюсь от сильных болей. Болей такого характера. У меня начались эти дни. Кстати, на 4 дня раньше, чем должны были. И это хорошо. Всё, что не делается, всё к лучшему. Во-первых, в принципе, у меня состояние сейчас вот такое вот. И, ну, как раз дома валяюсь. Погода говно, ничего особо не делаю. Хотя мне надо много работать сейчас, поскольку мы планируем скоро улететь. И у меня реально очень много дел. Я не знаю, как я всё это успею. Чё ты там стоишь? Иди сюда. Встала я в 11 от боли, выпила и намесил. Мне полегчало. Вива, иди сюда. Мне полегчало. И проснулась я уже не с такими болями. Уже без болей. Мы со Славой хотим 31 числа где-то улететь в Турцию. Вот. Но в идеале нам быть полностью здоровыми, чтобы брать билеты даже. Короче, такое, скажу честно, состояние отстой. Но я прям максимально кайфанула от того, что я просто валялась, смотрела сериалы. Но самое сложное — выйти из этого состояния. Я не знаю просто, как из него выйти. Из этого овощного состояния начать делать какие-то дела. Я накрасилась в первый раз за долгое время. Потому что мы сегодня со Славой должны поехать в Атриум. Сейчас я жду, когда он приедет. Он ездил по делам. И потом мы поедем. Я из дома не уходила, я уже не знаю сколько. Да. Честно, лето вообще пролетело просто капец. Как будто бы его и не было. Очень быстро пролетело лето. Я вышла из дома. Впервые за дней 10, наверное. Состояние овоща. Если честно, мы со Славой едем в Атриум для того, чтобы кое-что купить, посмотреть. Так как 31 числа мы планируем улететь в Турцию. Пока билеты не взяли. Но я думаю, что сегодня-завтра уже все возьмем. Оплатим. И мы хотим подготовиться к поездке, потому что остается очень мало времени. Если честно. А еще куча миллионов дел. Но я уже об этом вам сказала. Вот. У меня в принципе много чего не надо. Мне буквально зайти, наверное, в два магазина нужно только. В целом у меня есть летняя какая-то одежда. Плюс как раз сейчас я возьму в Тискёрт в магазине тоже летнюю одежду. И мне еще должны потом прислать вещи тоже. Надеюсь, что успеют до моего отлета. Купальников у меня много. Еще я жду посылку от курьера, тоже купальники. Так что в целом, наверное, мне даже особо ничего не надо. Так, я зашла в Тискёрт, взяла вещички. Дома вам покажу, что взяла. На самом деле не очень много всего. Но пару классных луков. Таких прям, в которых можно по 3-4 фотки выставить взяла. Повем, что-то ищем. А что тебе надо за шлепки? Пару футболок и кепка. Все, все. То есть найти классные кепки. Ну и в Лего. И Лего? Ну просто прошу. А, что просишь? Если тут кепки в виде Лего. Капец, я на самом деле, когда узнала, какие цены есть на всякие вот эти штуки, я офигела. Типа, некоторые комплекты там по 70 тысяч стоят. 27 тысяч, 32 тысячи. Офигеть, да? Слава обожает Лего, но у него нет Лего. И времени собирать это Лего. Хогвартс. Славина мечта. Да, Зай? Хочешь себе такую улицу? Ну просто мне интересно. Вообще я в детстве собирал Лего Гарри Поттер и когда я, ну, я вижу Лего Гарри Поттер, у меня такая, типа автоматически срабатывает. Круто, смотри наверху там, видишь, на здании лежат, типа пропал или что-то. Разыскивается Гарри Поттера. Да, ну, Сири его забыла. Нет, или Гарри Поттер там. Ааа, Гарри Поттер. Блин, не, классно, классно. И вот именно в этой серии, которая стоит сколько? Стоит 40? Тридцать пять. Тридцать шесть тысяч. Очень много фигурок, персонажей разных. Вот, давай тебе лучше такой чемодан возьмем. Лего. Я думаю, что ты очень сильно хочешь сына, не потому что хочешь ребенка, а потому что ты сможешь оправдать покупки Лего и собирать с ним. Все правда. Ну это клево. Все правда. Я столько болею, что уже забыла вообще о том, каково это гулять. Даже ноги уже устали. Еще я сейчас посмотрела, мне так хочется, знаешь чего, зай? Мне хочется или в мама тут-то пойти. Короче, хочу стейк с картошкой три и винищем. Надоело болеть. Сейчас мы ищем в футболке Славя. Он уже взял одну с каким-то этим монстром. Это классно. Мне нравится вот это с каким-то сникерсом интересным. Интересным. Раньше я в этом магазе закупалась в Поло Фред Перри. В школу ходила. Где они? Вот. Было такой модный. Поло. Два кислых. Два кисло-сладких соуса. Два сырных. Два сырных. Большой зеленый липтон. Большой зеленый липтон. Приложение есть? Нет. 688. Спасибо. В последнее время нас обманывают в Макдональдсе постоянно. Как они это делают, я не знаю. Мы заказываем соусы, а когда мы уже получаем, нам говорят, нет, вы не пробивали это, хотя мы же сказали. Поэтому мы всегда проверяем чек на оплате. И заставляем еще нам пробить, если не пробили. Без. Я еще, бывает, прошу повторить заказ. И потом еще проверяю чек. То есть я прям такая назойливый покупатель. Не, спасибо. Нагетсы, картофель, картофель, соус кисло-сладкий, соус сырный. Один соус сырный. А, два. Все верно. Да? Да. Сегодня они будут спать спокойно. В общем, мы решили со Славой остаться в Турции на подольше на один день. Мы хотели поехать с 31 по 11, но хотим застать две субботы в отеле в этом, потому что мы там уже были, и мы знаем, что по субботам там офигенные вечеринки. Очень хочу скорее улететь отдыхать, кайфовать, еще надо будет тесты сдать. Я еще хотела сдать на антитела, узнать, болела ли я. Ребята, новый день. Это то, что мы вчера взяли, купили. В общем, сейчас я поеду на маникюр, но прежде я должна выпить АЦЦ. Нам уже прислали билеты с 31 по 12. И у нас произошла проблема с отелем. Конечно же. Короче, в чем заключается проблема? Я написала в отель, в наш любимый, в Турции, в который мы почти каждый год ездим. Ну, почти, да. И написала то, что вот, мы хотим к вам приехать туда-сюда. И мне сказали, да, все супер, все, короче, договорились, все классно, круто. И, в общем, сегодня выясняется, что нам предложили другой отель из-за этой же сети отелей. И я такая, типа, нет, это не то. Ну, короче, не знаю, но я очень надеюсь, что сегодня решится этот момент. Потому что сегодня пятница, завтра суббота, воскресенье, понедельник. И во вторник мы улетаем. Но, чтобы нам улететь, нам надо знать, куда мы улетаем. Ну, короче. В целом, все будет ок, я уверена, не сомневаюсь в этом. Но, просто я думала, что сегодня мы уже оплатим отель. Получается, нам там сколько-то ночей дарят отель, а сколько-то мы сами оплачиваем, чтобы, ну, как бы, подольше там быть. Вот. И сегодня я думала, что мы уже закроем этот вопрос. Потому что билеты нам уже прислали, Севен. И я такая, типа, ну, короче, я не знаю, я немножко волнуюсь. И, конечно же, как всегда, у меня горит одно место. Потому что через пару дней мы улетаем, а мы, как бы, все это время лежали дома, болели, ничего такого не делали. И тут, как бы, надо теперь носиться, бегать, все успеть. Поэтому сейчас я иду на маникюр-педикюр. Завтра у меня ламинирование бровей, еще я записалась на тонирование и, этот, счастье для волос. Еще хочу подстричь волосы. Сейчас еще запишусь на коррекцию наращивания ресниц. Но там, типа, просто добавить немного ресниц. При всем этом мне нужно собрать вещи, снять видео. Как-то успею. Самое забавное, что на улице 21 градуса я сижу в теплой куртке. Блин, ну, мне так хорошо, у меня так уютненько. Как будто бы я в кроватке до сих пор лежу. Встала я сегодня достаточно хорошо. В 12.30. Как всегда, миллион пропущенных и так далее, и так далее. Короче, я решила вот что. Я не буду мучиться. И сниму только одно видео до отлета. Если честно, вот это просто терпеть не могу, но у меня так всегда. Я уже, ну, просто думаю, что мне нужно принять то, как есть, то, как постоянно получается перед отлетом всегда. То есть, знаете, такое ощущение, что даже если мы поездку планируем за две недели, такое ощущение, что я все равно буду точно так же нервничать, волноваться, судорожно бегать, собирать вещи, чемоданы, какие-то там штуки. Как всегда, судорожно мне надо что-то снять до отлета. Если честно, мне это так все надоело. Я просто хочу полететь, отдыхать, и все. И то на отдыхе все равно буду снимать и, возможно, даже монтировать. Не знаю, думаю, взять с собой ноутбук. Ну, короче, я фиг знает пока, но мы как бы планируем хорошо отдохнуть, на две недели поедем. И мы еще так запланировали даты, что 31-го мы улетаем, а 1-го числа как раз мы уже будем, ну, кайфовать в Турции, проснемся. 1-го числа у нас будет годовщина. Первая наша дата, месяц, как мы муж и жена. Ну, а что, очень даже мило, мне кажется. Да, так что, получается, что весь месяц, который у нас должен был быть медовым, отдыхом и так далее, мы проболели. Поездили на дачу, потусили с родными. В принципе, норм. А сейчас поедем отдыхать вдвоем. Даже не верится. Очень жду, очень хочу прям порасслабляться. Не знаю, получится ли у меня. Ой, короче, столько волнений и переживаний. Еще эти ПЦР-тесты, как всегда, надо сдать. Кстати, скорее всего, если вы смотрите это видео, значит, мы уже улетели. Ну, по крайней мере, если все хорошо, то так и должно быть. Потому что это видео я планирую выставить как раз 1-го числа. Короче, такая вот движуха. Конечно, болезнь моя. Я 10 дней, получается, болела или сколько там, ну, что-то в этом духе. Но неделю я точно пролежала в кровати. И не потому, что всю неделю у меня была температура, еще что-то. Тогда у меня была слабость. Температура у меня была один день. И не особо высокая. Но, короче, да, состояние было отстойное. Провалялось в кровати. Ну, короче, бесит. Я ненавижу болеть, если честно. Из плюсов я посмотрела сериал. Целый сериал. Древние. Очень нравится. И сейчас продолжаю смотреть наследие. Учитывая, как я стараюсь все успеть и так далее, я не знаю, будет ли у меня много времени на просмотре сериала. Я планирую сейчас и вставать рано. Потому что я уже и записалась на всякие штучки ранние. Поэтому посмотрим. Сейчас у меня вот такой маникюр. Ну, как бы маникюр. Все отросло. Кошмар вообще. Буду делать маникюр, педикюр. И хочу сделать, наверное, короткие ногти. Не знаю, какого цвета. Сейчас буду думать. Ну, и форму другую тоже. Это у меня как бы был свадебный маникюр. Натуральный такой. Все, ребята. Я сделала маникюр. Приехала домой. И мы со Славой решили поехать в ресторан на районе покушать хинкали, например. Я так давно не была в ресторане. Очень мечтала об этом. Я сделала себе красные ногти. На руках, на ногах, конечно же. Решила сделать короткие. Ну, вот так. Долго думала, какие сделать. Ну, как долго? Думаю, ааа. И так сойдет. Мы уже приезжаем в крестик. Вот. Настроение у меня отличное. Я уже в предвкушении поездки. И это круто. Сегодня мы вечером решили пойти в ресторан. Зачем-то есть лечный кайф? Это мой салатик. Мы уже в кафешке на нашем районе. Жестко, да, я с фильтром записал. Стой, подожди, покажи. Что за фильтр? Как у меня лицо? А он добавляет ресницы? Нет. Стрелки? Я специально посмотрел. Вроде не добавляет. Сделал изменить. Ну и оставь. Правда, у тебя шеи нет. Это я специально. Короче, из-за того, что я поменяла фамилию, ну, как бы официально еще паспорта у меня нет с такой фамилии, но из-за этого у меня уже возникают проблемы. Мне заказали посылку, косметика. И, понятное дело, заказ оформляли на мой старый паспорт. И сейчас мне звонили из курьерской службы. Сказали, что при себе нужно обязательно иметь оригинал документов, паспорт. Я такая, у меня нету такого документа. Я говорю, только фотка есть паспорта. Ой, нет, не подходит. Надо обязательно ваш оригинальный паспорт. Я говорю, ну, как бы, блин, так и хочется. Мне приходится всем, даже кого это не касается, хвастаться тем, что я вышла замуж. Моя мама тоже недавно была в МВидео. У моего брата Гоши, кто не в курсе, он живет уже отдельно сам. И у него что-то там с плитой случилось. А покупали, по-моему, типа на мое имя, потому что у меня там есть карточка с баллами всякими, скидками. Короче. И моя мама там стояла с каким-то мужиком и ругалась. Ну, не ругалась. Она, типа, объясняла то, что она не может, и я не могу. Она мне такая звонит и говорит, типа, Юль, ты можешь прийти с паспортом в наш ТЦ, в МВидео, получить какую-то там справку, чтобы что-то поменять, заменить? Я говорю, нет. Она говорит, а почему? Я говорю, ну, у меня просто нет паспорта, и у меня вообще фамилия теперь другая, так что я не знаю, как с этим быть, как с этим работать и вообще, как с этим справляться. Спасибо. 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 Вот, и заказ, который должны были мне завтра прислать, его отменили, потому что я говорю, я не смогу предоставить документ. Я не знаю, зачем меня, ну, что-то дернуло и сказать. По сути, я могла ей ничего не говорить, и с курьером мы бы как-нибудь бы добазарились, я бы ему фотку просто показала, паспорт, и все, может быть, прокатила бы. Ну, короче, я решила сказать, что я не смогу предъявить такой документ, и мне теперь надо всем, с кем я сотрудничаю, кто мне присылает рассылки, наверное, написать такую информацию, я не знаю, но как с другой стороны я могу дать им какую-то информацию, если у меня пока еще нет нового паспорта. Возможно, я получу его в понедельник до отлета, если не получится, то тогда уже, если он еще не готов, если он еще не готов, то тогда уже получу, когда мы вернемся. Даже не верится, мне будет новая фамилия и новый роспись. Я к этому еще не привыкла. Все еще в Агитидзе. Моя жена. Как к этому привыкнуть? Ты бы смог привыкнуть? Привыкнуть. Поменяй ты фамилию. Со временем. Ну да. Так что будем кушать сейчас, болтать. Болтаем со Славой про предстоящую поездку. Я точно знаю, что это была не корона. Я в этом даже не сомневаюсь. То есть был у меня момент, когда мне казалось, что возможно у меня корона. Это было перед свадьбой. Помните, когда у меня было такое тупое состояние, типа я рассказывала в сториз, что у меня какая-то слабость непонятная, как будто бы давление. Мы даже домой купили штуку, которая давление меряет. Где-то 2 или 3 дня еда была у меня отвратительная на вкус. Но при этом у меня не пропадали никакие запахи, у меня не было температуры. То есть просто было очень дурацкое состояние. Мне постоянно казалось, что я могу упасть в обморок. Но это просто мне казалось. То есть это было похоже, как будто бы на какую-то паническую атаку, но это была не она. Короче, мне кажется, что возможно это была корона. Не знаю, но я буду сдавать ПЦР-тест. И я буду сдавать на антитела. И мне безумно интересно узнать, есть ли у меня антитела. Возможно, они есть. Возможно, их очень мало. А возможно, их вообще нет. Либо их дофига. Не знаю. Короче, дел полно. Завтра я поеду красить волосы. Просто тонировать в более темный. Потому что концы у меня немножко смылись и стали светлыми. Так как, как вы помните, я когда-то пыталась стать блондинкой. Вот. Хочу подстричь волосы. Просто подровнять, отрезать сухие кончики, которые уже пора отрезать. Сделать счастье для волос. Потом у меня ламинирование бровей. В этот же день надеюсь, что я все успею. Ну, по крайней мере, должна. Потому что в час тридцать у меня волосы. В шесть часов у меня ламинирование. Я думаю, что я должна успеть. Ну, надеюсь на это, по крайней мере. Также двадцать девятого надо сдать тест. Хотя я не знаю, надо посчитать. Ну да. Вариантов нет. Надо сдавать двадцать девятого. Тридцатого мы получим. И тридцать первого улетим. За семьдесят два часа нужно сдать. Возможно, двадцать восьмого завтра, кстати. Нет. Возможно, тридцатого числа я получу новый паспорт. Я не знаю. Но он, по сути, должен быть уже готов. Как только мы вернемся из Турции, я сразу же подам документы на замену заграна. Блин, это просто дичь. Но с другой стороны вариантов не было. Я поменяла загран буквально перед тем, как мы улетели в Абудабе, где Слава сделал мне предложение. И с того момента прошло около двух месяцев, может даже меньше, до нашей свадьбы. И вот мне заново надо менять документы. Знаете, лучше так, чем если бы он не сделал мне предложение, мы бы не поженились. Поэтому, в принципе, я не жалуюсь. А вообще мне очень много всего надо менять, поэтому сентябрь, октябрь будет для меня таким геморройным. Самое главное, что наконец-то я подала документы на паспорт, и скоро я его уже получу, и это отлично. Так что мы сейчас доедим, допьем и поедем домой. Так, сейчас я собираюсь снять видео Reels для магазина Rendezvous, и я не знаю, что из этого получится. Ну, попробую. Зато могу вас познакомить с нашими двумя новыми софтбоксами. Всего теперь у нас их дома три. Света стало больше, и это хорошо. Сейчас я выгляжу как бамжиха. Мне нужно привести себя в порядок, накраситься, марафетиться, и подобрать луки, в которых я сейчас буду снимать видео. В принципе, я не думаю, что я долго буду снимать видео, потому что у меня уже есть какие-то классные готовые луки. Просто наряжусь. Кстати, вещички из магазина T-Skirt. Заодно их померяю, потому что в магазине я их не померила. Так что сейчас буду это делать. А еще мне прислали вот такой вот подарочек, чтобы делать кудри. Буду тестить, и потом сниму видео в Инстаграм. Кстати, вот такие штучки я мерила. Блин, классные. Шлепанцы. Ой, какие классные туфельки. Мамочки. Сейчас еще понравится, захочу себе. А, кстати, вот такие у меня есть, только мои уже убитые. И я для видео попросила, чтобы мне прислали новые. Вот эту обувь я потом верну. Вот. Но если мне что-то из этого понравится, я себе заберу, ну, как бы, куклю. Ой, красивые туфельки, кстати. Прикольно. Кривый. Вот такой у меня пизикюрчик. Такой же, как и руки, кстати. Не знаю, что получится. Надеюсь, красиво. Но, мне кажется, со стороны это будет выглядеть тупо. Я ненавижу снимать рилсы. Ненавижу придивашки. Я не знаю, как это выглядит на камере. Мне не хватает места в квартире, чтобы снимать классно такие видео. Но, скорее всего, это просто отговорки. Если бы я сильно хотела, реально сильно, я бы сняла и находила бы это место. Но, видимо, я не сильно хочу. Так, ребят, новый день. Я сегодня сходила в студию по наращиванию волос. Там же окрашивание. Сделала тонировку. Волосы стали темнее. Без всяких рыжих каких-то просветлений. Также части для волос сделали. И подстригли кончики. Сейчас я сижу в машине. Жду свою запись в Smile Studio на ламинирование бровей. После этого планирую поехать к папе. Потому что недавно у моего брата была днюха. И они отключают сегодня. Правда, они раньше собрались. Где-то в 4. Короче, была такая ситуация. Тупая. Ну как, я понимаю. В принципе, ничего такого тупого. Я сидела в салоне на волосах. И рядом со мной сидела женщина. Которые тоже что-то с волосами делали. И, ну, я сидела в маске. И, короче, пару... Ну, как, пару раз покашляла. Ну, не так прям жестко. А так, типа, знаете... Вот так вот. И эта женщина такая к своему мастеру по волосам. Что-то мастер по волосам у нее спросила. В духе, типа, вы не устали? Там, ну, видимо, долго сидят. Не знаю, еще что-то. И та такая, короче, говорит что-то в духе, типа, нет, я не устала. Но я боюсь заразиться. А то девушка рядом кашляет. Что-то такое. Я это все слышу. Я думаю, с***а. И мастер по волосам такая спрашивает, кто кашляет? Ну, типа, не знаю. Может, она не слышала, как я кашляю, еще что-то. Так, говорит, ну, вот девушка рядом кашляет. И я сижу, я все это слышу. И я обычно, ну, как бы... Да нет, блин, странно. Мне всегда кажется, что я обычно молчу в таких ситуациях. Но на самом деле я никогда не молчу. Я, короче, к ней поворачиваюсь. И начинаю на нее кашлять. Да нет, шучу. Я поворачиваюсь и говорю то, что, если что, у меня не корона, не волнуйтесь. А она такая говорит, типа, вы в маске. Причем она сама сидит без маски. И боится заразиться, заболеть. Так что, если ты так боишься, сиди дома и носи маску. Я сидела в маске. Я говорю, да, я в маске. А она такая, ну, хорошо, типа. Я думаю, ля какая. Не, ну, я ее как бы понимаю, то, что, да, рядом сидит человек, который кашляет. Я бы тоже напряглась. Но на самом деле меня так бесит. Я понимаю, что коронавирус это страшная болезнь. Это правда. У меня мама болела очень сильно. И прям, ну, очень сильно, реально, перед свадьбой моей. Я ее месяц, наверное, не видела из-за этого, понятное дело. И Вова, отчим мой, болел. Блин, да кто у нас только не болел? Уже много кто болел. И я понимаю, что это страшно. Но помимо коронавируса, блин, есть еще другие болезни. И меня так это, вот знаете, тоже выбесило. Я думаю, блин, просто, знаете, вот уже реально куда-то заходишь в общественное место, даже если в маске, например, чихнул или кашлянул, просто, например, даже если бы я слюной подавилась, на меня бы смотрели все как на прокаженную. Потому что я кашляю, значит, у меня, наверное, коронавирус. И я, бляха-муха, ходячая бактерия. Ну, короче, не знаю. Меня это как-то выбесило. То, что люди... Я понимаю, я все понимаю. Я согласна полностью, что да, надо переживать и так далее. Но иногда человек, который кашляет, меньше вероятность того, что он тебя чем-то страшным заразит, чем человек, который не кашляет, а просто сидит рядом с тобой без маски. Вот и все. У меня один раз вообще лютая история была. Мы пошли... Я пошла забирать результаты нашего теста на коронавирус. Как раз перед тем, как мы улетали, это вообще жуть была. Я, короче, стою в таком предбаннике небольшом, в маске, все. Жду, когда мне разрешат зайти, уже забрать там свои документы и так далее. Рядом со мной стояла какая-то женщина в маске. И она, короче, начала мне всякие вопросы задавать. Типа, а вы, типа, за тестом пришли? Я говорю, да. Ну, думаю, мало ли, не знаю, может, что-то хочет узнать. А как быстро вам его сделали? Я говорю, ну, нам за день сделали. А, типа, ну, мне тоже что-то такое надо в духе того. И я и говорю то, что, ну, там как бы от цены зависит. То есть вам могут, наверное, и за пару часов сделать. Ну, я не знаю, можно или нет, но имеется в виду, что чем быстрее хочешь, тем больше денег надо заплатить, понятное дело. Ну, короче, что-то у нас там... Я не знаю, минуты 3-4, наверное, я там стояла. В итоге выходит мужчина, который документы передает. И он такой выходит и, короче, на меня смотрит и такой говорит, заходите. А следующая в очереди как бы была эта женщина, а не я. И он мне такой говорит, типа, заходите. Я, короче, хочу зайти, а эта женщина не дает мне зайти. А он такая всмышляет. А я, а что-то начинает лезть, типа, хочет в дверь зайти. Это я вам просто рассказываю. Человек рядом со мной стоял, не кашлял, соплями не шмыгал. Все в порядке. Просто стоял нормально, разговаривал. И, короче, он мне говорит то, что, нет, вам не надо заходить. Вот, типа, девушка, зайдите мне, говорит. И я понимаю, что он уже начинает, ну, типа, беситься. Типа, я должна скорее зайти. Но я не могу зайти, потому что эта баба не дает мне зайти. То есть она прям лезет, он ее отталкивает. Ну, как бы не жестко так, типа, пошла в морду. А просто отталкивает. Женщина, отойдите. Я не вас сейчас зову. Короче, в итоге она опять к нему лезет. И он говорит то, что вам вообще здесь нельзя находиться. У вас положительный тест коронавирус. И в этот момент мне уже похер, что она не дает зайти. Я просто залетаю, как пуля, туда. Я понимаю, что я все это время стояла с ней в предбаннике. Я залетаю, короче, туда. Там стоит этот с антисептиком. Я давай, ладно. Вот так вот вся обливаюсь. Вся обмазываюсь этим антисептиком. Он, короче, эту женщину спровадил. Сказал, идите домой, лежите, вызывайте врача. У вас коронавирус. Я просто в шоке стою, потому что я понимаю, что я находилась с ней в маленьком закрытом предбаннике. Ну, короче, я захожу. Он ее выпроводил. Берет пшикалку, тоже антисептик. Начинает пшикать, там, не знаю, что, спирт, антисептик внутри, там, у него, не знаю. Короче, начинает обшикивать вот это маленькое помещение предбанник, в котором мы стояли. Потому что она там тоже стояла долго, даже дольше, чем я. И я ему потом такая говорю. Он заходит. Я говорю, вы можете на меня тоже попшикать, пожалуйста? Он, короче, говорит, ну, типа, я закрываю лицо, глаза, и он начинает меня обшикивать тоже. Потому что я просто такая думаю, а-а-а. У меня, знаете, все сразу зачесалось. Я когда прибежала домой, уже когда забрала наши отрицательные тесты, прибежала домой, просто срываю себе одежду. Говорю, сожги ее, рассказываю Славе все это. Но, как бы, в итоге мы не заразились. В тот раз сто процентов, как бы, у нас ничего не было. Потому что мы потом еще в Абудабе сдавали тесты на коронавирус. Когда прилетели, сдавали тесты на коронавирус. Ну, короче, это я к тому, вся эта история, что иногда человек, который стоит, рядом с тобой не кашляет, а просто сидит, блин, с недовольным лицом в салоне без маски. Он больше может даже иметь каких-то там этих положительных тестов и коронавирусов, чем человек, который сидит, кашляет. Меня просто, знаете, это так... Ну, я понимаю. С одной стороны, да, я ее, правда, понимаю, ее переживания. Потому что вдруг у меня корона, я сижу тут кашляю на нее, свои бактерии распространяю. Но, блин, я выздоровела, но я не могу избавиться от кашля по мгновению. Не могу. Я не стала молчать, думаю, да ну нафиг вообще. Я и взяла, сказала, что у меня не коронавирус. Хотя, почему я так уверена? Ну, я уверена. Та-дам! Я уже сделала ламинирование бровей, но они пока не сильно у меня подняты, чтобы нормально я ходила. Хотя, интересно, они могут сильнее подняться? Надеюсь, что да. Я 40 минут еду к папе домой. Сейчас уже почти 8 часов вечера. Так что, наконец-то, я доеду. И надеюсь, что не всю еду съели. Потому что я ничего сегодня не ела. Так что будем отмечать день рождения моего братишки. Привет, ребята! Новый день. Сегодня уже 29-е. Что сегодня было? Сегодня я встала в 7 утра от того, что у меня очень сильно болела голова. Возможно, это из-за того, что мы вчера пили винишко. Ну, я. Я выпила таблетку, потом легла и, получается, встала в 9.30, так как в 10 у меня была коррекция ресниц наращивания перед поездкой перед Турцией. Вот, я встала, пошла, сделали реснички, мне кажется, минут за 40. Потом я пришла домой и еще легла поспать хотя бы на 2 часа, потому что у меня было ужасное состояние. Я не знаю, у меня было так плохо, и я не знаю из-за чего. Типа, это, знаете, не похоже на то, что вот из-за того, что я вчера винишко попила. Ну, как бы мне не было вот так вот прям плохо. Я не выпила так много прям, знаете, чтобы было настолько плохо. Ну, может быть, голова у меня утром из-за этого болела, наверное. Но я выпила таблетку, которую вот в 7 утра голова прошла, хотя она у меня адски вообще болела. И, получается, потом после ресниц, когда я пришла, еще поспала, у меня снова начала болеть голова. Я выпила еще одну таблетку. И вот у меня сегодня, знаете, такое ужасное состояние. Это не из-за, там, типа, болезни, то, что я болела. Я это опять ощущаю, как какую-то тревожность. Может быть, это еще из-за того, что мы улетаем. Плюс я не выспалась. И вот я сегодня так спала, типа, чуть-чуть поспала, проснулась от боли в голове. Потом еще пару часов поспала, пошла на ресницы, там подремала. Пришла домой, опять легла пару часов, поспала. Короче, капец. Причем, вот я, когда пришла домой, поспала, я еще просыпалась. Я сделала себе кофе. Это уже было, я не знаю, что-то около часа. Я встала, сделала себе кофе. Да я его, кстати, так и не допила. Поставила здесь, вот в комнате. Села, хотела что-то там в компьютере повыбирать, поделать. Тоже там подготовиться как-то. Написать себе в телефон заметки, что нужно не забыть взять в поездку. И, короче, решила что-то прилечь. А Слава еще, по-моему, спал. Я прилегла и опять уснула. И он меня еще так обнял. И Вивочка тоже так сладко лежала. Короче, я опять вырубилась где-то на час, наверное. Пришла и все, думаю, надо вставать. Причем нам еще сегодня же надо было сдать тесты на коронавирус. Вот эти ПЦР, которые для самолета нам нужны, для поездки. И они сегодня работают до 4.30. Я Славе говорю, потому что нам надо пойти и тест сделать. Я хотела где-то в 2 часа пойти. Ну, там заранее, да, не перед самым закрытием. Мало ли что, очередь, еще что-то. Мы, короче, приходим. В итоге спустились, наконец-то пришли. И нам говорят то, что сегодня уже уехал курьер. И типа, ну, вот этот срочный тест сделать сегодня не получится. То есть, если мы сейчас сдадим тест, то он будет в течение 3 дней делаться. Я такая, типа, блин. Ну, мы объясняем то, что мы улетаем 31-го. И нам нужно как бы 31-го уже все. Ну, тест на руках иметь. Результаты теста. Ну, короче, нам сказали, что мы можем прийти завтра. Завтра сдать тест, который делается за 12 часов, а не за день. Вот. И как раз, получается, 31-го числа, в день, когда мы будем улетать. А у нас самолет, по-моему, в час. Сейчас я даже посмотрю ради интереса. Ну, как, чтобы знать наверняка. Так, у нас самолет... А, в 2 часа. Это хорошо. В 2 часа самолет, значит, выехать надо будет. Ну, чтобы туда приехать за 2 часа. Ну, короче, в 12. В принципе, я думаю, уже в идеале там надо быть. Ну, да, в принципе, нормально. Как раз там часов в 10-30 можно будет выехать. Взять тест. Он уже будет готов, потому что они с 9... А, вообще с 7. С 7 работают. Поэтому я думаю, что проблем не должно быть. Вот. В принципе, все готово. Сегодня мне прислали вещи. Летний. Завтра еще мне должны прислать купальники от одного бренда. Что еще надо? В целом все есть. Все готово. Так что вот. И у меня сегодня ужасное, странное состояние. Я думаю, что как раз таки из-за вот этих вот моих постоянных поспала, встала, опять поспала. И я вчера вырубилась тоже. Прям даже мы домой как приехали, я вообще сразу вырубилась. Там в 2 часа ночи, по-моему. А сейчас я сижу и качаю песни для блогов с Турции. Я не знаю, сколько их будет. Мы там будем 2 недели, планирую снимать. Ну, часто, каждый день. Ну, посмотрим, как бы под конец, может быть, уже буду меньше снимать. В общем, не знаю. Но мы планируем еще на экскурсии поехать. Так что должно быть интересно, классно. Будем что-нибудь классненькое придумать. Не только сидеть в отеле, чилить. Ну, мы любим, конечно, сидеть в отеле, отдыхать. Но мы также очень любим на экскурсии ездить, ходить. Вот. Поэтому посмотрим, подумаем, придумаем. И я хочу взять с собой ноутбук, чтобы, возможно, там монтировать. И, возможно, если получится, сразу же там выставлять влоги. Не знаю, насколько это возможно будет, насколько хороший интернет там будет. Надеюсь, что получится. Так что сижу, качаю песни всякие классные. Очень часто бывает у меня под видосами спрашивают люди, откуда эта песня, что за песня, что за музыка там на какой-то минуте. Все песни, которые я вставляю в видео на YouTube, я качаю с Epidemic Sound. Сайт такой. У меня оформлена подписка на этот сайт. И, получается, по этой подписке эти песни я могу использовать у себя на YouTube без авторских прав. Ну, я там плачу раз в месяц. Не знаю, сколько там. Две тысячи или сколько выходит. Там тысяча с чем-то. Фиг знает. Там в долларах списывается. Ну, типа, нормально. Как бы оно того стоит, чтобы музыку хорошую вставлять со словами, с текстом. Вот. Так что Epidemic Sound. Просто очень часто спрашивают, и поэтому я решила показать. Вот. Удобно очень. Тут можно скачать как полностью трек, как, ну, типа, в папке он будет такой. Сейчас даже, может, покажу, как это выглядит. Ну, вот. Например, я качала трек. И тут, типа, видите, можно звуки скачивать отдельно. Можно вокал отдельно. И также полностью трек. В общем, очень удобно. Ну, я, как бы, обычно качаю сразу полностью чисто трек. Вот. Сейчас тоже скачала. Не знаю, что я буду использовать. Качаю много, чтобы был выбор, чтобы мне там не заморачиваться, все это не качать. В Турции буду здесь скачать. Просто закину на ноутбук, чтобы там уже все было. Так что вот сижу, слушаю треки, качаю, какие нравятся. Так, ребята, ну все, мы улетаем завтра. Вчера мне было, кстати, как-то плохо. Я не знаю даже, что это было. Как будто бы я плохо спала. И какая-то тревожность. Я вообще ненавижу это состояние. Я не знаю, из-за чего оно у меня. Иногда, мне кажется, может быть, потому что я очень сильно худая. Я сегодня взвесилась. 48,2. На самом деле это шок. Это вообще шок. Ну, я понимаю, что кто-то сейчас такой, блин, круто, завидую, классно. А мне это странно. Мне нравится то, что я ем, не поправляюсь. Но для меня это странно, потому что я не понимаю, куда это все уходит. И я вчера лежала и, знаете, замочком так руки ставила. Ну, короче, вы поняли, да? Не знаю, поняли или нет. Короче, вот так вот я делала. И я просто почувствовала, насколько у меня тонкие пальцы и то, что это просто косточки. Мне это нравится, то, что я, ну, как бы такая худенькая и так далее. Но, короче, я не знаю, что такого делать и что такое есть для того, чтобы, типа, хотя бы чуть-чуть поправиться. Во проблемы, да? Сегодня мы собираем чемодан. Я помыла голову, сама помылась. Всё, короче, подготовилась к отпуску. Вчера ещё мы, кстати, ездили в торговый центр. Со Славой купили новый чемодан. Дорогой, красивый. Мы хотели, чтобы у нас было два средних чемодана. Да и вообще, в принципе, ну, как бы два средних — это идеально, потому что бывает, мы едем в поездку. Нам бывает хватает одного среднего и одного маленького, который можно взять в ручную кладь. Но сейчас мы поедем на две недели в Турцию, и мне нужно брать с собой чуть ли не три продукта на рекламу. И два из них достаточно большие. Плюс ко всему вещи, которые тоже, ну, надо отфоткать и так далее. Да и, в принципе, лето уже заканчивается, поэтому я хочу максимально, ну, как бы насладиться ещё летом, летней одеждой. Потому что я уже представляю, что когда мы прилетим, уже как бы никакого лета здесь не будет. В общем, я не могу сказать, что я много вещей собрала. На самом деле, нет. В принципе, я собрала только те вещи, которые мне прислали. Сейчас ещё купальники сложу. Вот. И, в принципе, всё. Ну, так, чуть-чуть приберусь дома, не хочу сильно заморачиваться. Лучше, когда уже прилетим, вызову клининговую компанию. Вот. Потому что в любом случае, как это обычно бывает... Ну, я люблю приезжать в чистый дом, поэтому я всегда перед отлётом или отъездом на дачу, ещё куда-то я всегда убираюсь дома, чтобы приехать в чистый дом. Но я как бы это в любом случае сделаю, но просто без фанатизма. Типа, я не буду мыть полы, просто пропылесошу, там, типа, ну, как бы мусор уберу, да, всё поставлю на свои места. Даже пыль, как бы, протирать не планирую и не собираюсь. Я ещё, когда мылась в душе, обратила внимание на то, что у меня закончился бальзам, и я мокрая прямо из ванны. Я уже помыла голову шампунем, и мокрая из ванны, получается, вышла прямо напротив душа у нас, ну, в ванной шкаф. И там у меня есть полка, где всякие принадлежности, потому что в ванной нет многого места для этого, а их принадлежности этих дофига у меня. Ну, там всё, там и туалетная бумага, у нас же шкаф этот напротив туалета и ванной. Ну, короче, и там не оказалось бальзама, причём там стоял у меня, типа, тюбик, и я думала, что это бальзам, а оказалось, что это шампунь. Ну, короче, я такая, типа, чё? Но оказалось, что у меня там оставался какой-то старый бальзам другой. Короче, буду, наверное, с вами прощаться, потому что полно дел. Ещё домонтировать этот влог, загрузить на канал, собирать чемодан, помыть Виву собачку. Сегодня вечером её заберёт моя мама. Что ещё? Главное уже начать потихоньку до конца собирать чемодан, чтобы понимать, вдруг чего-то не хватает. Лекарств мы очень много собрали в этот раз, прям на всякий случай. Что ещё? Что ещё нам надо? Сегодня мы сдали тест на ковид. Дорогой такой, блин. Кошмар. Мы сдавали тест, по-моему, 4000 с чем-то стоит. Один. Чтобы его сделали за 12 часов, потому что вчера мы пришли и хотели сдать, который стоил бы, там, типа, 2800 или 2600. И нам сказали, что курьер уже уехал, и, типа, мы не можем сдать, сделать срочный. Ну, короче, фиг знает. Сегодня ночью придут результаты. Вот. Я уверена, что всё хорошо, что нету никакого ковида у нас. Так что на этом всё. Ждите влоги с Турции. Смотрите мой инстаграм, сторисы. Сделаю хайлайты всё равно обязательно, но всё равно смотрите. Буду снимать много. Каждый день буду выставлять сторисы. Ну, посты, надеюсь, тоже. Вот, так что обязательно ждите, заходите, лайкайте, подписывайтесь. Всех люблю, целую, обнимаю. Будьте счастливы, здоровы и всем пока.